К высокому ММРу сложная дорога. С вами Серега. Сидел я, значит, недавно, играл в Доту 2. И вдруг задался вопросом, а на каких же рейтингах играют самые лучшие дотеры по вселенной? Нет, не самые скилловые. Самые скилловые поднимают аегисы и сидят на 11 тысяч ММРов. А самые лучшие, те, которые готовы отдать все, чтобы получить заветные циферки рейтинга. Я начал поиски и провел статистический анализ. После примерно полутора минут в интернете я обнаружил, что самое большое количество людей сидит на рейтинге от 2 до 2,5 тысяч. И решил, что нужно начинать поиски именно оттуда. Я переместился на один из своих доисторических аккаунтов, на котором как раз было 2000 рейтинга. И прожил поиск. Чтобы избежать всяческих нечестностей, я, 5к господь бог, сел на суппорт позицию, оставив Корлроли, Корбрроли, Корбрроли, Корроли своим сокомандником. Игра началась восхитительно. Как настоящая четверка на 2к, я проигрываю неравное сражение за руну против ведра водички. При этом в меду у нас оказывается то ли Артизи, то ли Миракл, и он отказывается играть без запуленного Танго и Варда. Чтобы героически спасти ситуацию, я дарю ему 2 горошинки Бундюэль и отправляюсь стоять оффлейн. Благополучно встав на лайн и оценив ситуацию, я даю указание своему оффлейнеру. Секрет рассказывает, что доктор это слабая пятерка, он может умирать постоянно, нон-стопом. Но у нас возникает первая проблема в лице цыганского оборона Пуджа с двумя серебряными кольцами, который рыбачит в легкой. Блять, ебаный пуш, выйди, сделай что-то, нахуй, что ты там стоишь, блять, не редкликаю два персонажа, блять. Идите нахуй, убейте кто-нибудь этого Пуджа, блять, я не могу, блять, в какой-нибудь стоять. Мы выиграем, не переживай. Так как стадия лейнинга на 2 кммр длится примерно 900 минут, я понимаю, что оставлять лайн ради помощи моим сокоманникам бессмысленно, и мы начинаем бесконечную пизделку. К сожалению, моя тройка не всегда понимает, что делать, а поэтому размены не всегда выгодные. Я слабый. Бойт. У меня отца же никуля нет, тоже нет. Бляда. Ну что, что, что ты делаешь? Но опыт берет свое, и на фиде в 5 раз я начинаю играть плюс-минус нормально. Да, Вики. Да все, уже не надо. Так у тебя 10-го эвол, знаешь, что будет Керина. Так я уже давно. Он без скрутилки. У тебя есть ультимейт. Просто спасу тебя. Так убей его просто, и все. Сломай такой вард. Вард, хилинг вард сломать надо. Все, запихуй. Здесь я дома, хватит. Убри! Ахуй! Что мой, блядь? Не, сбудь Керри, пожалуйста. Так я Керри, Керри, не переживай. Проводя неплохие файты, оппоненты все равно минус морали друг друга, не оставляя друг другу никаких шансов. Что-то я не думал, что у нас зайдется спины. Блядь, что за блядь пиздец происходит в этой игре? Я вообще не понимаю нихуя. А басыть и фастом этих картам охуёбков. Расстановка сил по итогу была примерно равной. У оппонента был не самый сильный морфлинг. У нас пятерка пудж, и в связи с не очень кайфовым лайвником, пустой войд. Вдобавок еще и фидер на фениксе. Ключительной особенностью этого рейтинга, как мне показалось, является неспособность к обучению на своих ошибках. Давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны. Что должен делать Джиггернаут, зная, что я могу улететь от него на Икарусе из подобной слэша, учитывая то, что я делал так уже несколько раз. Внимание, вопрос. Что же сделает Джиггернаут? Улетанет в меня, и я улечу. Нажмет в меня Умни слэш, и я нажму Икарус. Нажмет на меня кнопку Р, и я нажму кнопку Ку. Или же он встанет АФК и умрет без боя. Я спросил ульт. мои пацаны конечно же тоже совершали ошибки но главное что я их поддерживал это немножко ошибся ничего страшного вроде как ошибся мальчиком ничего страшного ну чтобы крип с пылы всякие не нажал там типа станы знаешь это давать и на джаггер нравится как эквапа вдруг стал другом всем нам то вы ебался блять без без конца всегда недовольный был а тут раз ошибся и такой сразу шутка мы то и дело выигрывали драки 5 на 5 потому что у нас были очень сильные ультимейты ну еще я иногда кнопки нормально жал но при этом наши мальчики не могли закончить эту игру они постоянно либо расходились либо шли фармить собственный лес либо шли на вражеский треугольник либо шли ждали курьера в общем у них не получалось собраться и зайти на хайграунд а виной всему этому бесконечные нутье и тупой нудеж просто пиздец вот только не умри там близ по итогу мы проебали драку из-за отсутствия купола квапа решила что мы почему-то игру проебали в принципе а войд чтобы не было стыдно перед пацанами а придумал охуенную отмазку того почему он дал купол я поставил вот если вы кнопки любые нажмете пожалуйста вон там герой умирает по итогу игра была выиграна путем всего одного нажатия купола даже без супер новая и мы просто сломали трон мы убили кора их главное мы страшно вот вы видели он это сделал он сделал я так понимаю поздравляю парня молодцы вы лучше трон можно сломать трон я искренне рассчитываю на то что вы а плюс рейтинг и выйдете с этого проплитого рейтинга парня честно потому что я хуй знает как отсюда убирать все на калибровке нет все кидает на тот рейтинг который ты себя скалибруешь братан какой же вывод можно сделать из этой игры нашел ли я лучших дотеров во вселенной я скажу вам что определенно да на 2к обитают лучшие в своем роде у некоторых из них есть непробиваемая способность до конца гнуть свою линию другие с иронией воспринимают свои ошибки и даже неплохо отыгрывают третье не опускают руки даже в проигрышной ситуации так что будьте лучшими на своих рейтингах а пойти ммры с вами был серёга обнимаю что мне вообще даду за ассисты ну значит калибровки чего калибровки смысле у меня сейчас калибровка мне дает когда они что не влияет только победа и все чем больше что выиграл всем больше рейтинга получил давайте нам а пусть только сажали а то есть он пикал значит секунд разбираться он пикал баратрума с надеждой что киу и дают что-то на калибровке он пикнул баратрума специально для этого он пикал баратрума он 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 Продолжение следует...